Дорогие друзья, приветствую вас на канале Разумная Медицина, доктор Евдокименко. И сегодня я хочу поговорить с вами об одном очень распространенном явлении. Я хочу рассказать о гемангиомах позвоночника. Потому что у меня наболело. Почти каждый день, да что там почти, каждый день ко мне на прием приходят люди, у которых в позвоночнике находят гемангиому. Одну, две, три или даже несколько. Вот всех этих людей этим диагнозом очень запугивают. Многие пациенты, у которых нашли гемангиомы, считают, что это какая-то опухоль. И что она может перерасти даже в рак. А еще и в интернете об этом состоянии можно прочитать массу страшилок. То есть в интернете можно найти такое, что от этой гемангиомы вас может парализовать, что может нарушиться работа сердца или произойти сбои в работе желудка и даже кишечника. В общем, сплошные глупости. Но, к сожалению, бывают врачи, которые эти глупости, скажем так, пропагандируют. То есть есть врачи, которые нашли на томограмме пациента гемангиомы и рекомендуют ее скорее оперировать. Чего делать в большинстве случаев абсолютно не нужно. Потому что вообще-то, дорогие друзья, гемангиомы – это абсолютно невинное сосудистое образование. По сути, это просто родинка, выросшая в теле позвонка. Еще раз подчеркну. Бывают родинки на теле. Врачи называют их невосами. Ну, абсолютно обычные родинки. И бывают родинки, выросшие в теле позвонка. И вот их по-медицински врачи называют гемангиомы. Чаще всего они образуются в позвонках грудного отдела позвоночника. Чуть реже в шейных или в поясничных позвонках. На томограмме они выглядят как светлое пятно округлой формы. Теперь самое главное. Обратите внимание, что если делать компьютерную или магнитно-резонансную томографию всего позвоночника у всех людей подряд, вот берем любого человека с улицы и делаем томографию. Так вот, у подавляющего большинства людей можно найти как минимум одну гемангиома. Особенно у тех людей, кому за 40. Это нормально. Хочу еще раз подчеркнуть, гемангиомы есть в позвоночнике у большинства людей старшего возраста. В этом нет ничего, абсолютно ничего страшного. Никаких болевых ощущений или каких-то симптомов гемангиомы обычно не вызывают. И ни в какой рак, в саркому или в другую опасную опухоль они обычно не перерастают. А вообще, почему вокруг этих образований развернулась такая истерия? И почему этот диагноз стали ставить так часто? Что этих самых гемангиом стало больше? Нет, конечно. Больше их у людей не стало. Просто методы диагностики стали лучше. Раньше, до появления томографии, обнаружить это образование было довольно сложно. Хотя иногда мы их обнаруживали на обычных рентгеновских снимках. Но это только в том случае, если гемангиома была большая. А вот маленькую найти на рентгеновском снимке было довольно трудно. И поэтому до появления томографии многие гемангиомы оставались незамеченными. Человек мог прожить с ней всю жизнь и даже не подозревал о её наличии. Ещё раз подчеркну, раньше многие люди о своих гемангиомах и знать не знали. И поэтому спокойно с ними жили до глубокой старости. А вот когда появились томографы, людей порой стали запугивать до настоящих истерик. Для примера расскажу свежий случай своей практики. На днях ко мне на приём пришёл молодой мужчина, спортсмен. Он неудачно повернулся на тренировки. И ему защемило нерв в середине спины. Болело очень сильно, и поэтому молодой человек пошёл и сделал магнитно-резонансную томограмму. МРТ. На МРТ врачи не нашли ничего значительного. Потому что защемление нерва на МРТ вы видите очень трудно. Если оно, конечно, не вызвано грыжей диска. Зато врачи из этого диагностического отделения увидели на МРТ снимке мужчины маленькую такую гемангиому. И свалили все боли, свалили все неприятные симптомы. Вот как раз на этом маленькое невинное образование. А поскольку клиника была частная, врачи клиники были слегка заинтересованы, то они предложили молодому человеку в этой же клинике гемангиому прооперировать. К счастью, пока шла вся эта круговерть со снимками, с обследованиями, нерв в спине у молодого человека уже отпустило, боль прошла, и поэтому он оперироваться не стал. Почитал интернет, нашел меня, пришел ко мне на приемы, и мы с ним выяснили, что оперироваться ему не нужно. А так, прооперировали бы и глазами не моргнули. И тут, дорогие друзья, я думаю, у вас возникает резонный вопрос. А что с этой гемангиомой делать? Если опасности нет, нужно ли ее как-то лечить? Да ничего с ней делать не нужно, только наблюдать. Если она маленькая, не растет в размерах, то просто наблюдаем. Делаем компьютерную томографию или делаем магнитно-резонансную томографию. Поначалу примерно раз в год, потом, может быть, реже. И если она не увеличивается в размерах, просто наблюдаем и не трогаем. Беспокоиться нужно только в том редком случае, если гемангиома быстро увеличивается в размерах. А, к счастью, это бывает нечасто. Или если она большая по размерам и занимает больше половины тела позвонка. Вот в этом случае может потребоваться несложная операция – цементирование. Ведь в том участке позвоночника, где расположилась большая гемангиома, сама костная структура позвонка разрушается. И при каком-то неудачном движении, при поднятии тяжести, может произойти компрессионный перелом. Впрочем, этот компрессионный перелом можно вылечить той же несложной операцией – цементирование позвонка. Этот метод в 80-х годах 20-го века разработали французские нейрохирурги. Суть этой методики заключается в том, что прямо в тело позвонка, в ту полость, которая образована гемангиомой, через иглу вводится смесь специального костного цемента. Смесь заполняет полость и постепенно застывает. В результате позвонок становится более прочным и исчезает риск его перелома. Метод операции оказался поистине революционным. Его стали с успехом применять даже для лечения тяжелых компрессионных переломов позвонков. Операция несложная, чаще всего проводится под местной анестезией. Хирург делает, собственно, прокол, вводит цементирующий раствор и на этом все. Пациенты после такой операции обычно встают уже на следующий день. А какие-то костные боли, если они даже были, уменьшаются буквально в часы или в дни после проведения операции. Осложнения, конечно, после такой операции тоже иногда случаются. Но, к счастью, довольно редко. По статистике это примерно от 1 до 5% случаев. И еще они довольно редко бывают тяжелыми. Еще раз подчеркну, метод этот цементирования, или как еще его называют, вертебропластика позвоночника, очень хорош. Беда только в том, что его применяют гораздо чаще, чем это нужно. И порой, как в случае с молодым человеком, о котором мы рассказывали, некоторые нейрохирурги в погоне за деньгами берутся оперировать даже те маленькие гемогеомы, которые вообще не нужно трогать. Но мы с вами теперь знаем, гемогеомы это не страшно. Большие мы цементируем, маленькие не трогаем, только наблюдаем. И ничего не бойтесь. Дорогие друзья, гемогеомы в наши дни это абсолютно не повод для паники. И на сегодня это все. Мы с вами прощаемся. А вы подписывайтесь на наш канал и будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!